Регина Эзера. На Даугаве ледоход. Оригинальное название «Ладус иет» — «Лёд идёт». Из сборника рассказов «Даугавас стаасты» — «Рассказы с берегов Даугавы». Перевод Людмилы Лубей. Читает Евгений Бразоль-Брушковский. Глава 5. Врёшь! Уже на лестнице Иман слышит, что наверху у них в комнате разговаривают. Значит, к маме кто-то пришёл. Кто же это? Зелма? Или тётя Расма? Эджус, конечно, уже успел наяведничать. В школу ходит, а язык держать за зубами не умеет. Иман прислушался. Нет. Это всё же голос Зелмы, а вторая — мама. Наверное, досы-то наговорились, пока его не было. Зелма маме всё зудит. Растёт без Бога. А ты ему не потакай. Держи построже. Потом локти кусать будешь. Учит. Учительница нашлась. Если бы не она со своими советами, вряд ли бы мама взялась за ремень, когда он мирту схватила ремень, стяганул разок, а потом сама заплакала и закинула его куда подальше. Он ненавидит Зелму. Что уж там скрывать? Как придёт к ним, так они с мамой лопочут-лопочут. Ничего толком не разберёшь. А когда уходит, бывает, что мама плачет. Иман-то тогда спрашивает. Чего ей здесь надо? А мама всегда отвечает. Зелма добрая. Так чего же ты плачешь? Просто так. На сердце тяжело. Просто так. Будто он не понимает. Ни с того, ни с сего не заплачешь. На верхней ступеньке Иман-то опять останавливается, но расслышать нельзя ни слова. Две двери, да ещё щенок скребётся. Тссс! Да уймись ты! Нет. Пялит глаза и скулит. Только на кухне Иман-то окончательно убеждается, что у них Зелма. Постой. О чём они говорят? Вот чудеса. Не про него. Про какого-то брата Шмидта. Вообще-то ему вовсе не обязательно соваться в комнату. Здесь не хуже, если включить свет. Э-э-э, да тут пахнет чем-то вкусным. Интересно, что там варится в кастрюльке на примусе? Ой! В лицо ударяет белый клуб. Пара, горячая крышка вырывается из рук и колесит по полу. Влип! Дверь, конечно, сразу нараспашку. Ты, говорит мама. Я, отзывается Иманд из-под раковины, догнав там крышку. Молчание. Он выпрямляется и повторяет неувереннее. Я. Иманд смотрит на маму и понимает. Да, всё же разговор шёл о нём. Они чинили над ним суд. Так сын матерью и стоят, не зная, что сказать друг другу. Если бы Иманд умел рассказать всё, как было. Что он ничего плохого не думал. Что просто у него не было другого выхода. Дверь же она заперла. А цветок? Цветок сломался сам, нечаянно. Рассказать бы про весёлые барахтанья в снегу. Про синий снег в лесу. Про то, что земля-то круглая. Но про снег и землю она только пожмёт плечами. А про возню в сугробе лучше помалкивать, как бы чего ни вышло. А вот и Зелма. Смотрит на Иманта. Смотрит на Илгу. Мальчик глядит на неё из-под лобья, придумывая, что бы такое сказать ей похлеще, если она вздумает соваться в их дела. Илга боится, что одно неосторожное слово Зелмы может, как пущенный в зеркало камень, в дребезге разбить тишину. Она опережает Зелму, спрашивает первое, что приходит в голову. «Замёрз?» На Илгу смотрят две пары удивлённых глаз. Иманта отвечает, полушутя полусерьёзно, теряясь в догадках, какой будет следующий вопрос. «Что же мы зимой станем делать, если сейчас начнём мёрзнуть?» «А сейчас не зима ли?» — усмехается Зелма. «Снегу везде по колено. Скоро Рождество». «Ну, снег ещё сойдёт», — солидно возражает Иманта. «Подует ветер с юга, и нет его». «Скажи на милость, какой умный!» — не выдерживает Зелма. «Кто-то тебя просветил?» Иманту кажется предательством в присутствии Зелма называть имя Юриса. «Сам знаю!» Огрызается он, и в его глазах снова вспыхивает строптивый огонёк. «Как Богу угодно, так тому и быть!» — строго заявляет Зелма, словно ставя точку на этом разговоре, перешедшем в пустую болтовню, тогда как мальчишке следовало бы хорошенько задать. «Да разве с Илгой договоришься?» «Он что ли снег делает?» — неожиданно раздаётся вопрос Иманта. «Кто это?» «Ну, Бог!» «Всё в его видении!» «И дождь, и снег, и гром!» «Как у Гобиня вагоны!» Зелма в недоумении оборачивается к Килге, и та вынуждена пояснить, что Гобинь — это сосед, начальник станции. А Иманд усмехается при себя. «Дядя Гобинь говорит, не дам вагонов, и баста!» «Как ты смеешь самого Бога равнять с каким-то Гобинем?» «Подумать только! Вагоны!» «А ты что думаешь? Вагон — это пустяшное дело?» Иманд смотрит Зелме в лицо, задрав курнозы нос, словно воробей, готовый клюнуть. «Снег у твоего Бога возьмёт, да и растает. А вагон...» «Не богохольствуй!» «Ну-ну-ну! Давай, не шуми!» Иманд малоцевато закладывает в карман слегка дрожащие руки. «Ну вот! Полюбуйся!» — со злостью шипит Зелма. «Это она уже не на Иманта!» Илга отворачивается и молчит. Прощаясь с Илгой на кухне, Зелма что-то долго бормочет. Когда дверь, наконец, захлупывается, Илга идёт назад, медленно, как незрячая, как во сне. «Что она тебе сказала?» Мать не отвечает. «Чего ей надо?» «Она хочет нам помочь. Мне и тебе». «Почему же ты грустная?» «Ну ты ещё мало, чтобы понять это». «Ну ещё бы!» — ворчит Иманд и отворачивается. «О, да чего он ненавидит этот ответ!» «Может быть, даже больше, чем игру «Кто первый?» Если бы видела Илга, как потемнели глаза сына. Но её одолевает своя тяжкая дума. Она видит в Иманте просто маленького, усталого и, наверное, голодного ребёнка. «Хочешь кушать?» «А что у тебя есть?» «Студень. Видишь, какую мисочку тётя Зелма принесла». У неё родственники зарезали Борова. На рынок привезли. А Зелме голову отдали за ночлег. Она и сварила. «Зелма!» Илга рассердилась. «Многое она может простить. Но не благодарность?» «Постыдился бы! Человек помогает, чем может. Гостиниц принесла, а он...» Иманд стоит, как немой, упрямо вздёрнув плечи. «Что с тобой, сынок? Людей домой тянет, а тебя из дому. Матери на горе, чужим на посмешище. Через окно. Я тут сижу и плачу. И гадаю, не случилось ли чего с тобой. А тебе хоть бы что?» Иманд шевельнулся. Илга знает, что в таких случаях его доброе сердце не выдерживает. Он бросается к ней на шею. И что греха таить, она для того и завела разговор. Чтобы сын перебросил мазки через трещину размолвки. Тогда она простила бы всё. Побег, сломанный цветок, выстуженную комнату. Илга стоит и ждёт. Иманд не подходит. Правда, он шевельнулся, повернул голову, но только для того, чтобы сказать, «А зачем ты заперла дверь? Я ведь говорил, чтобы не запирала». Илга смотрит на остриженный, упрямый затылок сына, чувствуя, что какая-то неведомая сила встала между ними. Так в паводок разбивает надвое льдину, и течение уносит обе половины всё дальше одно от другой. А что отдаляет, уносит всё дальше и дальше от неё иманта? «Боже, помоги мне! Не допусти этого! Ты всемогущ! Не наказывай меня так жестоко!» — взмолилась про себя Илга. И тут имант рассмеялся. Каждый из них своим путём ушёл в мыслях так далеко от другого, что Илге этот невольно прорвавшийся, невинный смех показался издёвкой. «Замолчи! Как тебе несовестно!» Имант умолкает. Только в глазах ещё теплится искорка. «Чего ты смеёшься?» — строго спрашивает Илга. «Ничего», — отвечает он, не зная, сказать или нет. Но предательская искра разгорается в улыбку. «Знаешь, земля очень смешная на обратной стороне. Деревья свисают вниз. Верхушки болтаются, как борода». «Опять ты со своей чепухой!» «Всё тебе, чепуха!» — он уныло опускает голову. Только ноги, неугомонные, время от времени взбрыкивают. «Что не сделай, всё чепуха!» «Можно подумать, что ты невесть, какими важными делами ворочаешь!» Илге волей-неволей приходится улыбнуться. «А как же? Сегодня мы возили Таару!» Возчик нашёлся. Илга ничего плохого и не имела в виду. «Осмотри ты!» — ёжик уже ощетинился. «Ты... ты вроде завмага!» Иммант оскорблён до глубины души. Илга не понимает, почему эти слова сказаны с такой горечью. «При чём тут завмаг?» «Да чего же мало невообразимо!» «Мало знает она, с какими людьми встречается Иммант. С хорошими или с плохими? На свете столько зла, он ещё такой маленький!» Илга подходит к сыну и гладит его по голове. «Ладно, на этот раз прощаю!» — говорит она примирительно. «Но обещай мне, что больше ты никуда не убежишь! На что тебе эти чужие люди? Ты думаешь, им до тебя есть дело? Надоешь, бросят тебя, как щенка, или хуже того, сведут с пути истинного! Обещай мне!» Ответа нет. «Ты хочешь меня переупрямить?» Говорит Илга ещё совсем спокойно. Но от недавней теплоты уже что-то убавилось. Как трудно с ним справиться! Это уже не птенчик, а настоящий ёжик. И попробуй узнай, что кроется за его иголками! Залма права. Илга слишком мягка. Нет у неё воли, нет твёрдой руки. «Слышишь?» Повторяет она резче, чем сама хотела. «В следующий раз тебе не удастся выскочить в окно! Ты со мной не тягайся!» «Не надо так, мама!» Вдруг вскрикивает им, он чуть не плача. «Замолчи!» Повышает голос Илга. «Я не допущу, чтобы неизвестно, кто возил тебя к чёрту на кулички и забивал тебе голову всякой чепухой! Подучивал бы лазить в окно! Кем ты хочешь вырасти? Бродягой? Вором?» Одним прыжком им он доказывается возле матери, хватает её за рукав и дёргает, дёргает его без передышки, без конца повторяя. «Врёшь! Врёшь! Врёшь! Врёшь!» Последний раз он кричит уже со всхлипом, поворачивается и выбегает из передней кухни. Не зная сам, куда деваться, без пальто влетает в уборную, запирается изнутри на задвижку и долго не выходит. Со злорастом прислушиваясь, как встревоженная мать разыскивает его во дворе, в дровяном сарайчике и на улице. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok